Образовательные модули включали в себя лекции и семинары по стратегическому планированию, маркетингу, управлению спортивными объектами. Особое внимание было уделено практикумам, организованным на спортивных объектах Красноярска и Сочи. В качестве преподавателей РМО пригласил и руководителя основных направлений уркомитета Сочи-2014, предложив практические мастер-классы в Ледовом дворце Айсберг и лыжно-биатлоническом комплексе Лаура. Персонал Зимней универсиады-2019 в составе 27 человек опыта и знаний набирался в Сочи в течение полугода. В части, касающейся моего направления деятельности, мы получили очень большой объем информации и по взаимодействию с государственными органами, и по организации спортивных мероприятий, и по спортивному менеджменту. Очень много полезной информации мы получили. Я надеюсь, что все, что мы здесь узнали, все, что мы закрепили в своем сознании, поможет нам провести достойное мероприятие, и мы не ударим в грязь лицом. Образовательная программа, организованная Олимпийским университетом для дирекции студенческих игр в Красноярске, станет большим подспорьем в подготовке этого спортивного события, отметил руководитель Международной федерации студенческого спорта. Олег Матыцин также принял участие в торжественном вручении дипломов членам дирекции универсиады-2019. Вопросы аккредитации, логистики, безопасности, все это, безусловно, представителями Красноярска должно быть внимательно изучено. И при безусловном различии стандартов Международного Олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта, но эти различия не носят большого принципиального характера, я уверен, что знания, полученные ребятами здесь, в Российском международном Олимпийском университете, они очень положительно скажутся на процесс подготовки универсиады в Красноярске. Олимпийский университет – главный хранитель олимпийского наследия, и оно все время в действии подчеркивает ректор РМОУ Лев Белоусов. Методика, основанная на олимпийском опыте Сочи, будет востребована и дальше при организации новых универсиад и олимпийских игр. Сегодняшним же выпускникам остается трансформировать и адаптировать полученные знания к условиям Красноярска.